Поисковики из Мордовии, Москвы, Щеколвина и Якутска аккуратно вычерпывают воду с места гибели пулеметного расчета. 75 лет назад именно здесь, на болотах у села Веригина, раненого пулеметчика тащил на себе его второй номер. Бойцы погибли так же, как и служили. Обоих накрыла одна мина. Вообще не стертые зубы. Да, вот мы тоже начали. Видишь, они же бывают такие вообще, да? Мы теряли все зубы до единого. Видимо, парень молодой был, и деревенский, потому что видно, что было выращено на молоке. Ну да, кальция много было, зубы хорошие. По мере увеличения раскопа и эвакуации костей становится понятно. На оружие молодых бойцов подобрали сослуживцы. Пулеметы в винтовках уже в чужих руках мстили за хозяев. А солдаты так и остались неизвестными, но, судя по снаряжению, успели хорошо повоевать. С опытом мужичок был. Вот. Противогаз, фляжка немецкая тоже была взята. Кластик. То есть намного шире, намного... Зеркальце было. Да, может быть. Карандаши попадаются. Тут смазка для оружия, видимо, тоже немецкая была в бою взята. Ну вот трофеев у него достаточно много. Трофеев, да, пожил человек, повоевал, как бы. Каждые майские праздники бойцы отряда «Броня» уже на протяжении нескольких лет, а кто и десятилетий в грязи и под дождем, ищут красноармейцев. Причем все за собственный счет. Здесь фанаты свое дело, потому что здесь в лес выходят только люди с повышенной ответственностью и с повышенным патриотизмом. Это практики. Патриотизм на практике. Не на словах, что мы любим свою родину, мы там порвем все на себе, выпьем там, все там, начистим кому-то лицо. А здесь просто практики. Патриоты-практики. В настоящее время мы находимся на высоте Безымянная, где шли осточенные бои в ноябре-декабре 1942 года. Так называемая операция, наступательная операция «Марс». Бои здесь были ужасные. Как рассказывали выжившие, вот склон этой Безымянной высоты, немцы перед наступлением наших войск поливали водой. Все это замерзло, и наши буквально карабкались по этому склону, чтобы зацепиться. Потери ужасные были, повторюсь, 1101 полк и перестал существовать. У Безымянной высоты остались лежать бойцы 1101 полка 326-й стрелковой дивизии, сформированного из уроженцев Мордовии и пополненной маршевыми ротами из Якутии и Казахстана. Чтобы пройти едва ли два километра, полк потерял весь свой костяк. Линию обороны немцев на другом берегу реки Асуга штурмовали уже тыловые части. Поднимая списки погибших, видишь, что там шли уже и обозы, наступали обозники, хозяйственные части, стрелков практически не оставалось. А что это обозники или повара? Они, по сути, привыкли к другим заниматься, солшедями, кухней. Они винтовку, может быть, видели иные первый раз в жизни. Во время боев погибло больше двух тысяч красноармейцев. В поисковике обнаружили останки около двухсот человек. Среди малого числа опознанных два наших земляка – красноармейцы Попов и Потапов. Остальные все еще здесь, в воронках и на полях. Мы не должны забывать, мы должны, история, чтобы сохранялась. Потому что просто можем так же и свою республику потерять, и самих себя можем потерять. После всего, если мы забудем своих предков, а пропавшие солдатики эти, которые погибли в войне, это же тоже наши предки все. По камню он звучит очень сильно, как здесь нет, и шкребется. Ну, это камень, ну, железо, другой звук. Сейчас что? Сейчас, скорее всего, сейчас посмотрим, что здесь, скорее всего, корон. Помимо Ржева, отряды из Якутии работали в степях Сталинграда, в болотах, на Синявинских высотах и под Старой Руссой. 30 студентов, преподавателей, ветеранов и спасателей из нашего региона в составе более опытных отрядов. И самостоятельно подняли 382 солдат. С помощью посмертных недальонов установлено 22 имени. Но главное – не цифры. Первые якутские поисковики в первую очередь учатся ремеслу. Раньше, конечно же, понятия вообще не было. То есть не представлял, как длилось. Сейчас вижу, что это на самом деле люди работают, очень серьезный такой труд. Вахта памяти 2017 продолжалась 20 дней. Уезжая домой, все поисковики по давней традиции просят прощения. У бойцов и командиров, все еще остающихся на полях сражений, просят прощения за то, что не доразведали, не докопали и не нашли. И обещают, что обязательно вернутся, чтобы продолжить работу. Афанасий Николаев, Альберт Ноев, Оксана Шведова и Анатолий Храбров. НВК САХА, Ржевский выступ, Синявинские высоты и Старая Русса.